Всем привет, с вами Дженникус, и сегодня мы будем говорить с вами о стратегии игры Ужас Аркхама. Краткий обзор игры Ужас Аркхама. Появилась эта игра впервые в начале 80-х годов, ну в 80-х годах, скажем так, прошлого тысячелетия. Уже на тот момент она была довольно-таки популярной, затем в начале 2000-х Fly Fantasy Game сделали, ну не то чтобы ремейк, это скорее другая игра по сути, но тем не менее, вот название осталось тот же и суть та же. То есть открываются у нас тут в городе Аркхиме врата, в каждой партии нам угрожает один из 8 древних, каждый игрок берет под контроль одного из 16 сыщиков, в партии может участвовать от 1 до 8 человек. Чем больше участвует, тем проще играть. Некоторые персонажи откровенно дисбалансны, в плане того, что они довольно-таки читерные, а другие персонажи наоборот, днищенские слишком, чтобы за них играть. Чем больше врат появляется на поле, чем больше монстров, тем быстрее приходит время пробуждения древнего. Древний, если древний пробудился, надо с ним драться, по мере возможности с тем, что есть на руках. Если сыщики выигрывают древнего, они выиграют партию. Если они запечатывают 6 врат, то есть, соответственно, закрывают, запечатывают, они выигрывают тоже. То есть несколько условий победы, несколько условий поражения. Помимо этого, задача сыщиков это не только сдерживать монстров и закрывать врата, они могут фармить себе навыки, улики, при помощи которых закрывают, запечатывают врата, перекидывают кубики. Могут зарабатывать деньги, тратить их на оружие, покупать оружие, нанимать союзников, допустим, себе в помощь. Там какие-то уникальные вещи, заклинания. Ну и, соответственно, по сути, это вся игра. Игра требует от игроков довольно-таки слаженной командной работы. Есть несколько стратегий игры, которые, ну, не сказать, чтобы очень честные, скорее даже очень нечестные, но, тем не менее, они до сих пор работают, как бы это странно ни звучало. И сегодня я расскажу вам о некоторых из этих стратегий. А также заодно будем разбираться в локациях Аркема и локациях иных миров. Как вы, должно быть, знаете, один из способов, один из самых эффективных способов запечатывать врата, это использовать знак древних. Это действительно очень такой действенный, простой, к тому же, понижает трек безысходности на один. Естественно, поэтому такая есть хитрость игры, скажем так, просто-напросто всем игрокам оккупировать лавку древностей. Все, конец. И каждый раз мы вытаскиваем оттуда три карты из колоды уникальных вещей и всегда покупать либо знак древности, либо, если его не выпало, то что-нибудь как можно более дешевое. В колоде уникальных вещей четыре знака древности. Соответственно, это четыре запечатанных врат из шести. То есть, ну, победа довольно-таки легка, может быть. Чем больше человек участвует, тем проще прошерстить колоду, каждый раз по три карты ведь берется. И, обмениваясь, передавая друг другу деньги, соответственно, искать знак древних. Естественно, денег не всегда хватает, поэтому там есть, так сказать, хитрость номер два. Каждый из сыщиков берет в банке Аркхема суду. То есть, отсюда это 10 долларов. Сам знак древних стоит 5 долларов. Соответственно, каждый там берет суду, и чем больше человек участвует в игре, тем проще им. Допустим, если 5 человек, это 50 долларов, и, в общем-то, можно долго там сидеть в лавке древности и шерстить уникальные вещи. Соответственно, если банковское судо подходит к своему пределу, то есть, у вас нет денег, а банковское судо там висит, то все делается крайне просто, что интересно. Вы просто-напросто берете все свои вещи, когда у вас там денег остается мало, просто все свои вещи берете и отдаете ему другому сыщику. Все. Банковское судо срабатывает, там денег у вас нету, вам нечем выплатить, вы теряете все вещи и все деньги, да? Вы теряете все свои вещи, а вещей у вас нет. Все, ваше судо сбрасывается, ваше судо сбрасывается, а вещи вам потом тот другой персонаж вернет. То есть, это такая хитрость, которая, ну, очень нечестная, скажем так, но, тем не менее, она есть. Второй, более интересный способ заработать деньги. Как вы знаете, у каждой локации в оригинальном базовом наборе ужаса Arkham всего 7 карт локаций. Так вот, офис газеты это то место, где очень часто выпадают деньги. То есть, либо там просто вам за репортаж дают 5 долларов, либо там гонорар дают или что-то подобное. Так вот, поскольку там всего лишь 7 карт и каждый раз они тусуются, то очень велика вероятность в офисе газеты найти деньги. Это тоже один из способов подзаработать. При этом негативных эффектов достаточно мало, поэтому, ну, тут уж. Запомните одну простую истину. Несмотря на то, что простые вещи, они дают физические, ну, практически все дают физическое воздействие, простые, простое оружие, а заклинания дают магическое, да? Но заклинание в качестве оружия, оно лучше его не использовать, в том плане, что оно и цену могущества требует, потому что рассудок требует, оно и, в общем-то, сработает, не сработает. Гораздо проще магические предметы брать в лавке древности, то бишь в уникальных вещах. Заклинания нужны, в принципе, только для таких вещей, как, ну, там, типа, поиск врат, там, или защита плоти. Вот такие вот заклинания, которые не атакуют, а что-то делают более полезное. А для атаки всегда полезнее магическим воздействием бить уникальными вещами. Это гораздо, во-первых, это стабильнее, то есть вам не надо читать заклинания, вам не надо пользоваться, то есть платить рассудок каждый раз и так далее. У вас всегда оно есть, и оно, как и простая вещь, действует. И стоит, на самом деле, не дороже заклинания. Там, любое заклинание стоит 5 баксов, ну, куда вообще? При этом в лавке древности за те же 5 баксов можно найти очень хорошие, уникальные вещи с магическим оружием. Становиться ли помощником шерифа? В большинстве случаев ответ – да, потому что, будучи, становясь помощником шерифа, это вам дает просто огромнейшее, ну, просто огромнейшее преимущество. Вот это вот в основном тачка и деньги. Ну, деньги-то ладно, а вот тачка, которая позволяет вам просто-напросто ездить, перемещаться в любую точку Аркема, не встречая при этом монстров, это очень отличная, ну, просто великолепная опция, которая позволит вам быть гораздо более гибким сыщиком. Поэтому, в общем-то, если есть трофеи, и если они, так скажем, ну, вы в команде, если играете, и они не очень-то нужны остальной команде, там, они справляются, да, можно купить машину, и, в общем-то, от этого будет, может быть, даже больше пользы. Далее. Навыки стоят 8 баксов, и это довольно-таки дофига, с учетом того, что здесь 8 долларов – это очень большие деньги. Но, конечно же, навыки – это постоянный бонус, который нельзя отнять. Но гораздо более эффективнее в пансионе мамаши, например, нанять какого-нибудь союзника, который также не является вещью, то есть и также вы его потерять не сможете, если, конечно, там сами его как-то, каким-либо образом сами не сбросите. Поэтому пансион мамаши – это довольно-таки хорошее место для того, чтобы, так скажем, действовать. Ну, и, конечно, зная, в каких локациях нужны какие скиллы, это очень упрощает ваше взаимодействие и способность сделать вашу партию, ну, просто-таки, очень даже легкой. Поэтому давайте рассмотрим этот вопрос – стратегию игры по локациям, так называемой EMU-кноуч. Сначала рассмотрим стабильные локации. Больница Святой Марии – то место, где можно вылечить все здоровье за 2 доллара, либо бесплатно восстанавливать по одному здоровью. Чаще всего сюда стоит приходить только за этим, но если будете контактировать, то почти невозможно угадать, какой навык понадобится. Здесь нужно все, кроме скорости. Старинная лавка Волжбы. За 5 долларов можно купить заклинание, но если контактировать, то, естественно, больше всего тут нужны знания. На втором месте – удача. Южная Церковь. Сюда идут благословляться за трофеи врата или монстров на 5 единиц стойкости. В контактах чаще всего требуется скорость и удача. Пансион Мамаши. Тут нанимаем союзника. За 2 трофеев врат или монстров на 10 единиц стойкости можно выбрать именно выбрать себе союзника. Поскольку союзники – это не вещи, да к тому же мы их выбираем, они очень ценный ресурс. В контактах здесь пригодится удача и воля. Внутреннее святилище. Удачи здесь превыше всего и немного знания. В остальном могут попасться как очень хорошие креативные контакты, так и напротив очень плохие. Магазин. Закупаемся простыми вещами. В контактах в равной степени нужны воля и знания. Полицейский участок. Здесь за 2 трофеев врат или монстров на 10 единиц стойкости можно стать помощником шерифа. А это пушка по доллару за каждую передышку и, что очень важно, машина, позволяющая мгновенно перемещаться по Архаму, минуя всех монстров на пути. При контактах главным навыком является удача. На втором месте – воля. На третьем – скрытность. Ресторанчик Вельмы. Очень дружественная локация, где зачастую можно заработать либо на халяву восстановить здоровье от гостеприимной Вельмы. При контактах ставку делайте на удачу. Во вторую очередь – скрытность и воля. Архамская лечебница. То же самое, что и больница, только восстанавливает рассудок. А поскольку рассудок – это ресурс более ценный, чем здоровье, лучше запомнить сюда дорогу. При контактах больше всего требуется знание, в меньшей степени – скорость, скрытность, сила, воля. И удачи совсем нисколько. Банк Архама. Тут мы берем банковскую суду, но при контактах понадобится удача, а также в меньшей степени – скорость и сила. Вокзал – довольно миролюбивая локация. Требуется удача, на втором месте – скорость и скрытность. Офис газеты. Здесь зачастую можно получить гонорар, либо просто бесплатные деньги. Из навыков потребуется знание и удача. Речной порт. Довольно опасная локация, но тут можно продавать трофеи. При контактах требуется прежде всего удача и воля. В чуть меньшей степени – скорость и сила. В здании администрации. Тут можно купить навык. Поскольку навык – это не вещь и потери не подлежит, то ресурс крайне ценен. Потому и требует аж 8 долларов. При контактах понадобится много знаний и чуть меньше воли. Библиотека. Как и полагается, книги – наше все. Качайте волю, знания и удачу. А теперь рассмотрим нестабильные локации Архама. Леса. Тут бродит банда Шелдона, поэтому скрытность очень важна. И, конечно, удача. При появлении врат с картой мифа улика появляется на площади независимости или в историческом обществе. Леса. Четвертая по опасности локация. 10 карт мифов открывают здесь врата. Улики в лесу дают 6 карт. Историческое общество. Локация довольно безопасная, нужна тут удача. В игре всего 2 карты мифа, открывающие тут врата и дающие улику в ложе серебряных сумерек. 8 карт оставляют тут улики. Ложе серебряных сумерек. Воля, знания и чуть-чуть удачи и скрытности ваши союзники. Опасность представляет именно контакт с ложей. Но по части врат локация довольно безопасная. Есть шанс получить членство в ложе. В игре всего 2 карты мифа, открывающие тут врата. Улики при этом отдаются кладбищу. Но при этом ложа скупа на улики. Всего 2 карты мифа кладут сюда улики. Ведьмин дом. Вспоминая, что творилось в рассказе Лавкрафта, понимаешь, почему эта локация входит в тройку самых опасных по всем фронтам. Скорость и скрытность вам тут не помогут. Удача и воля, вот что вас спасет. Целых 10 карт мифов открывают здесь врата. Улики при этом идут в черную пещеру. И при этом локация очень скупа на улики. Всего 1 карта мифа кладет их к ведьме на порог. Черная пещера. Скорость, знания понадобятся немного, а больше удача. Локация средней опасности. 6 карт открывают тут врата. Улики идут в закусочную гипса. Очень богато на улики. 10 карт обеспечат их. Кладбище. Локация, в которой может сыграть в равенстве сила, знания и удачи. Довольно велика вероятность появления монстра. 6 карт откроют врата на кладбище. Улики идут на безлюдный остров. Но улик здесь мало. Всего 2 карты дают их. Закусочная гипса. Удача вне конкуренции. 2 место воля. А вот скрываться тут нет кого. Одна из самых благосклонных локаций. Всего 2 карты мифа открывают тут врата. Улики идут на площадь независимости. А вот улик может появиться целых 5. Площадь независимости. Удача на первом месте, воля на втором. Иногда попадаются вкусные вещи. Входит в топ 3 самых опасных локаций. 10 карт открывают тут врата. Улики идут в неименуемый. Улики дают 4 карты. Неименуемый. Здесь в первую очередь важна скорость и удача. Затем уже знание. Средняя по опасности локация. 6 карт мифа открывают тут врата. Улики уходят в леса. Но на улике неименуемый богат. 9 карт дают их. Безлюдный остров. Воля тут главный показатель. Скрытность меньше. Остальные не понадобятся. Замыкает тройку самых опасных локаций. 10 карт мифа откроют здесь врата. Улики отходят лабораторному корпусу. Улик же здесь 4 карты. Лабораторный корпус. Локация дружелюбная. Может понадобиться в большей степени удача, в меньшей силы и знания. Тут могут ждать весьма неожиданные находки. Помимо всего прочего, именно здесь можно наменять трофеи на улики. Очень безопасная локация. Всего 2 карты открывают здесь врата. Улики идут в ведьмин дом. При этом из-за карт мифов тут может появиться аж 8 улик. А теперь рассмотрим иные миры. Практически в каждом из них требуется в большей степени удача. Большинство контактов несут негативный эффект. Поэтому если контакта нет, это можно считать удачей. И в редких случаях может произойти что-то хорошее. Самый безопасный цвет зеленый. Самый опасный красный. Другое измерение. Больше всего нужна удача. На втором месте сила и знания. Довольно высока вероятность появления монстра. Бездна. Конечно же удача. И только потом скорость и скрытность. Город великой расы. Удача нужна больше всего. Но почти так же цены здесь скрытность, сила и знания. Юггод. Как ни странно, здесь удача только второй по важности скилл. А первый это воля. Третий сила. Великий зал целену. Удача вне конкуренции. Далеко на втором месте знания. На третьем скрытность. Мир грез. Удача и тут важнейший показатель. Остальные могут выстрелить примерно в равной степени. Плата лэнг. Самый сбалансированный иной мир. Тут в равной степени может понадобиться любой навык. Чуть больше остальных – сила. Но и негативных контактов очень много. Рлех имеет самое большое количество негативных контактов. Немного больше остальных нужна тут скорость. Другие навыки примерно в равном количестве. Что ж, это был обзор локаций в Архиме и иных миров. Соответственно, в следующий раз, в следующем видео мы с вами рассмотрим и поговорим о сыщиках и о древних. Всем спасибо за внимание. С вами был Дженникус. Всем пока.